Беседа 18 Многие, видел я, радуются и говорят друг другу Мы победили, мы одолели Половина поста убыла Таковых прошу не радоваться тому, что убыла половина поста Смотреть на то, убывали половины грехов И тогда ликовать Это действительно достойно радости Это и есть искомое, для этого все и делается Чтобы те, то есть исправили мы свои недостатки Чтобы вышли из поста не такими, какими вступили в пост Но омылись и отстали от всех дурных привычек И так провели священный праздник А если не так, то нам не только не будет никакой пользы Но величайший вред от того, что пройдет пост Не будем же радоваться, что вы прошли поприще поста Это вовсе не важно, но станем радоваться, когда проведем его в добрых делах Чтобы подшествие поста сиял плод его И польза зимы обнаруживается особенно тогда, когда она пройдет Зеленеющие нивы и покрытые листья и плодами деревья Видом своим возвещает о пользе, происшедшей для них от зимы Это же да будет и с нами И мы зимой и во время поста Пользовались продолжительными непрерывными дождями Быв непрестанно получаемым, приняли в себя духовные семена И отсекли терния удовольствий Будем же тщательно хранить принятое Чтобы и по прошествии поста процветал плод его И чтобы по тем благам, которые получим от поста Помнить нам и самый пост Если мы так настроим себя, то и будущий пост примем с радостью Многие вижу я так малодушно, что теперь же беспокоятся о будущем Четыридесятнице Многие слышал я, говорят, что по окончанию поста Они не чувствуют радости, отдохновения Вследствие заботы о будущем годе Что может быть малодушнее этого, скажи мне А что причиной тому То, что с наступлением поста Мы не о том стараемся как бы благоустроить душу А поставляем пост только в воздержании от ясно И если бы мы получили от него много пользы К исправлению нравов То на самом деле, ощущая благие действия его Пожелали бы, чтобы хоть каждый день был пост Никогда не перестали бы любить его И ожидая поста, не были бы унылы и беспокойны Человека, благо настроенного по уму И пекущегося своей душе Никакая решительная вещь не может опечалить Он будет наслаждаться чистой и непрерывной радостью И что это правда Вы слышали, как Павел сегодня убеждал нас и говорил Радуйтесь всегда, Господи Еще раз говорю, радуйтесь Филиппийцам 4.4 Знаю, что исполнение этих слов для многих кажется невозможным Как возможно, говорят, человеку непрестанно радоваться Радоваться нетрудно, скажет, быть может, кто-нибудь Но радоваться непрестанно Это мне кажется уже невозможным Потому что у нас постигается с всех сторон Многие неизбежные скорби Иной потерял или сына, или жену Или искреннего друга Который роднее всякого родственника Или понес ущерб в имуществе Или впал в болезнь Или претерпел другое какое-либо несчастье Или огорчен незаслуженной обидой Или случился голод, или язва, или налог непосильный Или расстроились домашние дела А впрочем, и не перечтешь всего Что и в частном, и в общественном быту Обыкновенно огорчает нас Как же, говорят, возможно, всегда радоваться Когда, конечно, возможно, человек А если бы было невозможно То Павел не стал бы убеждать Не стал бы советовать Он, обладающий духовной мудростью Поэтому я постоянно говорил вам И не перестану говорить Что чему нельзя нигде И ни от кого научиться А то вы можете любомудрствовать здесь Удовольствия и радости желают все И для этого все и делают И говорят, и трудятся И купец для того плавает Чтобы собрать денег А деньги собирает для того Чтобы обладая ими радовать И воин для того сражается И земледелец для того возделывает землю И всякий для того занимается своим ремеслом И ищущий власть И для того ищут ее Чтобы наслаждаться славой И наслаждаться славой И хотят для того, чтобы радоваться Да и всякое дело, какое видеть можно Делается у нас для этой цели И каждый ее, имея в виду Спешит дойти до нее С всякими средствами Итак, все, сказал я, любят радость Но не все могут достигнуть ее Потому что не знают пути ведущего к ней Многие думают, что богатство Бывает причиной радости Но если бы оно было причиной Никто из имеющих деньги Никогда не скорбел бы А между тем, многие из богачей Жизнь считают не жизнью И желают тысячи смертей Когда почувствуют какое-либо огорчение Если кто печалится много Так они более всех Не смотри на их пиршества На их ласкателей, тунеядцев Но на то, что бывает из-за этих пиршеств На разорение, клеветы, опасности, беспокойство И что еще хуже На то, что подвергаясь этим превратностям Сверхчаянием Богачи не умеют и любомудрствовать И великодушно переносить несчастье Потому и бедствие представляется им не такими Каковы они по природе Напротив И легкое кажется им невыносимым Не так бывает с бедными И невыносимое кажется им сносным Потому что они сами уже думали о многом таком Ведь не столько от свойств вещей Сколько от расположения страждущих Зависит, что постигающее нас бедствие Представляется то великими, то малыми И чтобы не приводить мне издалека примеров На то и на другое Возьму их и случившееся с вами Посмотрите же Бедные все избежали Простые люди избавились от опасности И наслаждаются полной свободой А управлявшие городом, содержавшие лошадей Председательствующие на играх И исправлявшие другие общественные должности Эти люди сидят теперь в темнице Боятся до крайности Терпят одни мучения Наказания за преступление всех Живут в непрестанном страхе И находятся теперь в самом жалком положении Не по великости опасности Но потому что в прежнее время Жили в роскоши Двести один Обладание власти и начальства И ласкательства от многих Доставляет непрестанную радость И это не так Да что я говорю о других властях Если мы зайдем мыслью До самого царского сана То найдем, что живущий в этом сане Окружен множеством огорчений И тем более имеет неизбежных поводов к скорби Чем большим занят он количеством дел Нечего уж и говорить о войнах, сражениях И нападениях варваров Царь часто боится даже домашних своих Действительно, многие из прежних царей Избежав рук неприятельских Не избежали козни от своих телохранителей А поводов к печали у царей Столько, сколько волн у моря И так, если и царский Сам не делает жизнь беспечальною Что же другое может сделать это? Из житейского ничто А изречение Павла Притом краткое и малое Оно одного Одно откроет нам это сокровище Не нужно многих слов Ни продолжительного разглагольства Размыслив только об этом изречении И найдем путь, ведущий к истинной радости Павел не просто сказал Радуйтесь всегда Но присовокупил и причину непрерывной радости Сказал Радуйтесь всегда в Господе Радующийся о Господе Ни в каком случае Не может быть лишен этой радости Все другое, о чем мы радуемся Превратно, непостоянно и удобно изменчиво И не только это имеет в себе недостаток Но и то еще Что и будущее продолжительно Не доставляет нам такой радости Которая бы прогоняла и затмевала печаль Причиняемую нам другими предметами А страх Божий имеет то и другое Он тверд и неподвижен И столько истощает радости Что мы бываем совершенно не чувствительны К другим бедствиям Боящийся Бога, как должно И надеющийся на Него Приобрел в себе самый корень радости И владеет вполне источником благодушия И как малая искра упав В безбрежное море Легко исчезает Так, что бы ни случилось С боящимися Бога Все упадая, как бы в великое море благодушия Угасает и исчезает А в особенности удивительно то Что такой человек не перестает радоваться И тогда, когда есть причина для печали Если бы ничего не причиняло печали Не было бы велико для него И то, что он может непрестанно радоваться Но быть выше всего Когда постигает многие бедствия Повергающие в скорбь И радоваться среди печали Вот это необычайно Как никто не удивлялся бы Что три отрока не сгорели Если бы они были вдали от вавилонской печи Изумило же всех то Что они, пробыв столько времени Среди огня Вышли невредими и не бывших в нем Так, а святые должно сказать Что если бы их не постигло Никакое искушение Мы не удивились бы Что они непрестанно радуются А изумление достойно И превышает человеческую природу То, что они, будучи окружены Со всех сторон бесчисленными волнами Находятся в лучшем расположении Чем наслаждающиеся Совершенной тишиною Итак, из сказанного ясно Что нельзя найти у мирских людей Ни одного рода жизни В котором бы благодушие Было постоянным достоянием А что верующий не может Не наслаждаться непрестанной радостью И это постараюсь опять доказать Чтобы вы не только узнали Эту беспечальную жизнь Но и поревновали о ней Представим же человека Который не знает за собой Никакой вины Но имеет добрую совесть Стремится к будущему И пребывает в благих надеждах Что может, скажи мне Повергнуть его в печаль Не всего ли невыносимой Представляется смерть Но ожидание ее Не только не печалит А еще весьма радует его Он знает, что наступление смерти Есть избавление от трудов И приведение к венцам и наградам Назначенным для подвязавшихся В благочестии и добродетели А безвременная кончина детей Но и это переносит он мужественно И говорит словами Иова Господь дал, Господь и взял Да будет имя Господне благословенно И если же смерть и потеря детей Не могут опечалить Тем более ущерб в имуществе Поношение, обвинение, клеветы И болезни телесные Никогда не могут поразить Столь великой и доблестной души Так и апостолы Подвергались побоям Но не скорбели Велико уже и это Но гораздо важнее то, что они Не только не скорбели Но и самые бичи делали поводом Еще больше радости И возвратились Из собрания Радуют, что за имя Христа Удостоились принять бесчестье Оскорбил кто И обругал такого человека Но он научен Христом Радоваться среди поношения Радуйтесь, говорит Христос И велитесь и веселитесь Когда пронесут имя ваше Как неугодное Меня ради Ибо велика ваша награда на небесах Впал он в болезнь Но он слышал Как другой увесевает И говорит В болезни и бедности Уповая на него И в одни искушения Золото и человеки Испытываются В печи смирения Как огонь Если же ни смерть Ни потеря имущества Ни болезнь телесная Ни бесчестья Ни поругания Ни иное что подобное Не может его опечалить Напротив Еще и радует То какая будет у него Еще причина печали Что же скажешь Разве святые не скорбели? Не слышишь ли, что говорит Павел Скорбь Моя велика И непрестанная печаль Сердцу моему Вот это самое удивительное Что скорбь Приносила пользу И радость От самого начала Как бечи Причиняли апостолам Не боль А радость Так опять И скорбь Доставляла Павлу Великие тевенцы И вот что еще удивительно Мирская Не только печаль Но и радость Наносит крайний вред А в делах духовных Совсем напротив Не только радость Но и печаль Имеет великое сокровище Благ А как это? Я скажу Нередко иной В мире радуется Увидев врага В несчастье И этой радости Навлекает на себя Великое наказание Другой опять скорбит Увидев брата падшим Этой скорбью Приобретает в себе От Бога Великое благоволение Видишь ли Как печаль По Боге Лучше И полезнее Радости мирской Так и Павел Печалился О грешниках О неверующих В Бога И за эту печаль Получил великую награду Но чтобы сделать Мне слова Свои яснее Чтобы вы узнали Что сказанное Хотя и удивительно Однако истинно И что плач Действительно часто Ободряет Скорбящие души И облегчает Обремененную совесть Скажу вот что Многие жен Потеряв Любимейших детей Когда им препятствует Поплакать Порыдать И постенать Надрываются И умирают Если же сделать Все что свойственно Скорбящим То облегчат И получат Утешение И удивительно Что это бывает С женами Когда можно видеть Что их пророк Испытывает тоже Вот почему Он непрестанно Говорит Оставьте меня Я буду плакать Горько Не усиливайтесь Утешать меня В разорении Дочери народа моего Исайя 22.4 Итак Печаль часто Приносит утешение И если же Этому бывает В мире Тем более В делах духовных Посему Павел Говорит 2 Коринфянам 7.10 Ибо печаль Ради Бога Производит Неизменное Покаяние Ко спасению А печаль Мирская Производит Смерть Слова эти Кажутся Неясными А они Вот что означают Опечалился Ты об имуществе Не получил От этого Никакой пользы Опечалился О болезни Нисколько Не помог Но еще Болей Повредил Себе Я сам Слышал Как многие Испытав Это Винят Себя И говорят Сами Себе Что польза Что я Скорбел И денег Не возвратил И себя Расстроил Но если Ты попечалишься О грехе То и его Загладишь И получишь Величайшую Радость И если Попечалишься О падших Братьях То и себя Вразумишь И утешишь И их Восстановишь А если И не Принесешь Им Никакой Пользы Так Сам Получишь Величайшую Награду И чтобы Увериться Тебе Что это Печаль Опадших Хотя бы Мы Нисколько Не помогли Им Приносит Нам Величайшую Награду Послушай Что Говорит Из Ики Или Лучше Что Через Него Вещает Сам Бог Когда Посылал Некоторых Разорить Город Иерусалим Истребить Огнем И Мечом Все здания С их Жителями То Одному Из них Повелевает Так Дай Знамения На лица Мужей Стинающих И Болезнующих И Ики 9 Глава 4 И 6 Стих Скорбящих И воздыхающих О всех Мерзостях Которые Совершаются Среди Него Сделай Знак А тем Сказал Слух Мой Идите За ним По Городу И Поражайте Пусть Не Жалеет О Ваше И Не Щадите Старика Юношу И Девицу И Младенца И Жон Бейте До Смерти Но Не Троньте Ни Одного Человека На Котором Знак И Начните От Светилища Моего И И что они, если нисколько не помогают грешникам, все же стинают и болезну это происходящим. А других еще и упрекает Бог в том, что они, предаваясь роскоши и чревоугодию и наслаждаясь великою свободою, не скорбели и не разделили печали, когда видели, как иудеи были отводимы в плен. Упрекает же их такими словами. И не болезнуете о бедствии Иосифа. Амоса 6.4. Называй Иосифом весь народ. И опять переселяйтесь в жительницы шафиров, рамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плащ в селении и цель не даст вам остановиться в нем. Мехия 1.11. Хотя грешники и справедливо наказываются, однако Бог хочет, чтобы мы соболезновали об этом, а не радовались и веселились. Ежели я, который наказываю, говорит он, делай это, не радуясь и не услаждаясь их мучением, ибо не хочу смерти грешника, то и ты должен подражать Господу и болезновать о том самом, что грешник дал случай и повод к праведному наказанию. Посему, кто печалится по Боге, тот получает от этого великую пользу. Если же претерпевающие побои блажений тех, которые наносят их, если наши, то есть христиане, страдальцы блажений язычников, живущих в покое и скорбящие, веселящихся, то какой же еще может быть у нас повод к скорби? Поэтому никто никого не должно называть блаженным, кроме живущего только по Боге. Этих одних ублажает и Писание. Блаженный, говорит муж, который не ходит на совет нечестивых, блажен, которого наказываешь ты, Господи, и от закона твоего научаешь его. Блаженный непорочный в пути, блаженный всенадеющийся на него, блаженный народ, у которого Господь есть Бог, блаженный, которого не зазирает душа его, блажен муж, боящийся Господа. И Христос опять говорит так, блаженны плачущие, блаженны нищие, блаженны кроткие, блаженны миротворцы, блаженны изданные правды ради. Видишь, как божественные законы везде ублажают, никого-либо из богатых, ни из знатных родом, ни использующихся славою, но стяжавшего добродетель. Это потому, что требуется, чтобы основанием всех наших дел или страданий был страх Божий. И если ты заранее насадишь этот корень, то не только покой, честь, слава и уважение, но и обиды, и клеветы, и оскорбления, и бесчини, и мучения, и все вообще бедствия, произрастят тебе плоды радости. И как корни дерев, сами горьки, а плоды приносят нам весьма приятные, так и печаль по Боге принесет нам великую радость. Кто только часто молится со скорби и проливал слезы, те знают, какую получили они радость, как очищали совесть, как восставали с благой надеждой. Это потому, что, как я всегда говорю, не свойство вещей, а мысль наша обыкновенно печалит и радует нас. Итак, если мы настроим ее, каковое ей быть должно, то будем иметь залог всякого благодушия. Как телу вредит и пользует не столько свойства воздуха и внешние влияния, сколько собственное предрасположение. Точно то же самое и с душой, и тем еще более, что там неизбежность природы, а здесь все зависит от свободной воли. Поэтому Павел, претерпев бесчисленные бедствия, кораблекрушения, брани, насилие, наветы, нападения разбойников, и все, чего и исчислить словом невозможно, и, умирая каждый день, не только не скорбел и не роптал, но и похвалился, и радовался, и говорил, «Ныне радуйся в страданиях моих за вас, бо восполняю недостаток в плоти моей скорбей христовых». И опять, хвалимся не только этим моим скорбями, а хвалиться значит радоваться в высшей степени. 206. Итак, если желаешь радости, не ищи ни денег, ни телесного здоровья, ни славы, ни власти, ни веселья, ни роскошных трапест, ни шелковых одежд, ни многоценных полей, ни блистательных домов, и ничего другого тому подобного, но устремись к любомудрой побойке и держись за бродетели. Тогда ничто из настоящего, ни из ожидаемого, не сможет опечалить тебя. То, что других опечаливает, для тебя будет приращением радости. И бичи, и смерть, и потери, и злословия, и обиды, и все подобные бедствия, если только наводятся на нас ради Бога. И этот имеет корень, вносит в нашу душу великую радость. Никто не сможет сделать нас несчастными, если мы сами не сделаем себя такими, равно как никто не сможет сделать нас и блаженными, если не сделаем себя таковыми мы сами по благодати Божией. И чтобы вы уверились, что блажен один тот, кто боится Господа, это докажу вам теперь не прошедшим, но тем, что случилось с нами. Всему нашему городу угрожало полное истребление. Из богатых, знатных и знаменитых людей никто не осмелился показаться среди города, но все убежали и ушли вон. А боящиеся Бога, обитатели монастырей, эти, пришедшие сюда с великим дерзновением, порешили все и случившиеся уже бедствия. И ожидаемые еще ужасы так мало могли их устрашить и повергнуть в уныние, что, находясь вдали от несчастья и не имея ничего общего с жителями города, они бросились сами в средину огня и всех исторгли оттуда. И что всем кажется страшным и ужасным, смерть. Они готовы были принять со всей охоты, стремились к ней с большей радостью, чем другие, к властям и почестям. Знали они, что в этом и состоит величайшая власть и честь, и самыми делами доказали, что блажен только тот, кто держится высшего любомудря, он и не терпит никакой перемены и не подвергается никакому злополучию, но наслаждается непрерывным благоденствием и посмевается над всеми мнимыми неприятностями. Вот теперь первые сановники города находятся в великой печали, сидя в темнице, отягченные цепями, и каждый день ожидая смерти. А эти иноки наслаждаются чистейшим удовольствием, если даже им пришлось претерпеть какое несчастье. И что другим кажется страшным, то для них вожделенно, потому что они знают, к чему стремятся, и какая участь ожидает их подшествия отсюда. И живя так строго и посмеваясь в смерти, они однако же болезнуют от других, и от этого получают опять величайшую пользу. Постараемся же иметь попечение о своей душе, и никакая нечаянность, не состояние будет опечалить нас. Будем умолять Бога и о заключенных в темницу, чтобы Он избавил их от постигшего их несчастья. Бог мог бы и вдруг прекратить бедствие и не оставить и малых следов его, но чтобы мы опять не впали в прежнюю беспечность, Он положил поток у этих бедствий утихать постепенно и мало-помалу, чем и удерживать нас в одинаковом благоговении. И что это правда, и многие впали бы опять в прежнюю беспечность, если бы все несчастья прекратились вдруг, это видно вот из чего. Еще есть остатки несчастья, еще неизвестное решение царя, и все управлявшие делами города в узах, а многие жители нашего города по страсти мыться, бегут на реку, делают там тысячу позорных дел, бесчинствуют, пляшут, водят хороводы, увлекают за собой женщин. Какое могут они заслужить прощения, какое извинение, или лучше, какого не заслужат наказания и мучения. Глава города в темнице, члены наши в ссылке, приговор о них неизвестен, а ты, скажи мне, строишь хороводы, заводишь игры и смеешься. Не можем же, говорят, оставаться немытыми. О, бесстыдная и неблагодарная и развращенная мысль. Сколько прошло, скажи мне, месяцев, сколько годов? Еще нет двадцати дней, как запертый для тебя баня, и ты сетаешь и ропщешь, как будто не мылся целый год. Так ли, скажи мне, было с тобой, когда ты ожидал нападения воинов, когда каждый день думал умереть, когда убегал в пустыне и спешил на вершины гор? Если бы тогда предложил, кто тебе не мыться целый год, чтобы избавиться от предстоящей опасности, не с готовностью ли бы ты принял и перенес это? И вот, когда бы должно было благодарить Бога, прекратившего эту опасность, без всякого для нас вреда, ты опять пляшешь и бесчинствуешь, и как страх прошел, опять впал ты еще в большую беспечность. Так ли тронули тебя бедствия, что ты желаешь еще бань? Если бы бани были открыты, то несчастья содержимых еще в темнице недостаточно ли для того, чтобы заставить и не находящихся в бедствии забыть о всяком удовольствии. В опасности жизнь, а ты помнишь об анях и хочешь веселиться. Потому ли оказываешь небрежение, что избег теперь бедствия? Смотри, не поставь себя в опасность еще большего наказания. Не вызови опять минувшие грозы с большей силою и не подвергнись тому, что говорит Христос о демонах. Когда, говорит он, нечистый дух выйдет и потом найдет дом праздным и очищенным, то, взяв с собой еще семь других, духом злейших себя входит в душу и бывает последним для человека того хуже первого. Убоимся же и мы, чтобы, избавившись от прежнего несчастья, последующим нерадением не навлечь нам на себя больших против прежнего бедствий, зная, что вы чисто от этого неразумия. Так удерживайте, обуздывайте, вразумляйте и бесчинствующих, чтобы нам радоваться всегда, как заповедал Павел, чтобы за свои добрые дела и за попечение других и здесь и в будущей жизни получить нам великую награду по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, честь и поклонение ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.